Это Фонда во днём. Спешу представить нашего следующего гостя Василия Федюни, руководитель туристического агентства. Василий, добрый день. Здравствуйте. И сейчас такое лёгкие стоны разочарования пронесётся, уверен, среди наших телезрителей, поскольку мы готовы озвучить тему. Говорить мы будем про Турцию, дорогие друзья. Сейчас говорят, да, Турция, мы же сто раз там были, да мы каждое лето. Но парадокс ситуации заключается в том, что если мы говорим про Турцию, вроде бы мы знаем про Турцию всё. Поскольку это одно из самых популярных туристических направлений для россиян, с другой стороны, мы ничего не знаем про Турцию. Это связано с некой такой однобокой, я бы сказал, направленностью этих туров. Ну, поскольку, мне кажется, вся Россия отдыхает на вот этих 20-30 километрах одного побережья. Тем не менее, ведь Турция омывается минимум тремя морями. И там тоже есть прекрасные пляжи. И я уже не говорю про Стамбул, город вообще, который, ну, какая-то вселенная, по сути. И, наверное, давай сформулируем тему разговора так. Альтернатива традиционной Турции. Куда ещё, кроме вот этой самой изъезженной вдоль или поберёг Анталии, может отправиться россиянин? И что ему там следует искать? Ну, давайте в первую очередь, там, небольшую поправочку, что Турцию всё-таки 4 моря, да, ещё маленькое мраморное море его умывает, которое недалеко от Стамбула, между проливами Босфор и Дарданелла. Ну, и разделить я хотел бы Турцию на, так скажем, классическую для сибирского и далее региона, и классическую для центральной России. Потому что всё-таки, если мы коснёмся Красноярска непосредственно, то мы, понятно, уже очень давно летаем только на одно побережье, это Средиземноморское, аэропорт Анталии и там соответствующие регионы. Из центральной России всё-таки и даже уже из Новосибирска осуществляются вылеты и на Эгейское побережье. Его мы не можем исключать, потому что, ну, на слуху наверняка у многих такие популярные курорты, как Марморис, Бодрум, Фетхи. И если люди, например, уже насытились сполна, хотя я когда говорю насытились сполна, я понимаю, что очень часто отдых в Турции, он ассоциируется с пребыванием практически 100% времени в каком-то отеле с огромной территорией, с огромной инфраструктурой, которая предлагает любые, так скажем, нюансы и заковулки отдыха, да, и какой-то, например, краткосрочные выезды на экскурсию, то это практически, ну, глаза закрыты и страна неизведана. Поэтому можно предложить поехать на Эгейское побережье. Эгейское побережье, оно очень сильно отличается по внешним факторам, да, то есть это другие пляжи, это другой немножко даже менталитет, хоть и страна сравнительно небольшая, да, но если на Анталийское побережье чаще всего прилетают отдыхать представители славянских культур, да, это Россия, Беларусь, Украина там и так далее, то, например, на курорты Эгейского побережья по той причине, что они больше похожи, например, и в чем-то их сравнивают, там, с Грецией, с Кипром там и так далее, чаще приезжают отдыхать европейцы. То есть это уже немножко другая культура, другой быт, нравы там и так далее. Это разница разительна, но понятно, что, наверное, пляж, в смысле море и песок, это как-то вот универсальная вещь. А вот отели, вот на Эгейском побережье, вот эта же система, все включено, так любимая российским туристам. Здесь, когда мы говорим об отелях, я все-таки, ну, это прекрасно, что можно говорить об этой стране, что, ну, на сегодняшний день, вот я 10 лет в туризме работаю, не встречал ни одной страны, которая могла бы обеспечить такой уровень сервиса, да, несмотря ни на что. На сегодняшний день Турция всего в уровне сервиса, безусловный лидер, как бы это 100%, и многие это знают. Поэтому отельные базы, ну, то есть, и вообще, в принципе, сфера услуг, да, она не просто так очень сильно развита в Турции, потому что, не знаю, может быть, не все знают, с 1923 года, это еще тот знаменитый Кемаль Ататюрк, он сделал запрет на добычу природных ископаемых, и поэтому вот этот 100-летний запрет, он скоро закончится, но люди делают акцент, да, на промышленность, на сельское хозяйство, и сфера услуг очень развита, поэтому огромные инвестиции в сервис, в туристическую отрасль в Турции, она поэтому на таком уровне. И, ну, безусловно, нельзя забывать о том, что, когда мы отдыхаем там, очень часто люди, ну, например, очень редко ездят на какие-то экскурсии отдаленные, да, в сферу того, что, в свете того, что это, например, далеко ехать, иногда накладно, но если мы возьмем какие-то экскурсии, например, и двухдневные, то есть есть возможности слетать в соседние страны точно так же, то есть, слава богу, для россиян открыта география отдыха, и, в принципе, где-то есть и безвизовые въезды, да, в соседние страны, такие как Израиль, там, и так далее. Точно так же, если мы возьмем Эгейское побережье, оттуда есть, с Эгейского побережья, из региона Кушадасы, например, если севернее взять, из самого Стамбула есть интересные, там, трех-пятидневные, например, морские круизы, которые, ну, очень часто люди упускают из виду, ну, понятно, что нужно иногда позаботиться за благовременно о визе, например, Шенгенской, если мы будем, потому что там есть такие круизы, которые делают остановки в Греции, например, да, нужно понимать, что Эгейское побережье, оно невероятно красивое по всем отношениям, если даже вот морские круизы какие-то небольшие взять, которые Эгейское побережье, Греция, Крит, Кипр, да, то есть это невероятно красивые морские побережья, места, которые люди очень часто упускают из виду. И я бы посоветовал людям, ну, на самом деле, с Турцией у меня очень плотно жизнь связана, потому что очень много лет назад я работал гидом в Турции на Анталийском побережье, и я путешествовал самостоятельно, и некоторые ребята у нас, кто там работали, они путешествовали по стране, даже у нас одна девушка, она поехала с палаточкой небольшой, поехала путешествовать по стране, это настолько доброжелательные, реально открытые люди, даже с моим небольшим словарным запасом в турецком, то есть я ходил в горы, например, недалеко, когда проходил мимо домов, местные жители приглашали в дом, накладывали какую-то еду, там, угощали айраном, там, лепешки их местные, там, предлагали. Мы практически не могли объясниться на языке, но они смотрели на меня, я смотрел на их, и это было, ну, правда, невероятно. Поэтому я считаю, что если мы едем куда-то, мы все-таки должны немножко из-за рамки отеля выходить, потому что, ну, очень многогранная и интересная страна. А если, ну, то, о чем вы как раз сказали, если говорить о Стамбуле, то это вообще, как бы, да, это, ну, изюминкой Азии, да, считается, Средней Азии, потому что все прекрасно... Ну, это такой универсальный город, потому что он как раз лежит в двух частях света, это и Азия, и Европа, и там смешалось все, и еще надо отчислить, что это и бывший Константинополь, и культуры, просто замес культур, который урожается во всем, в архитектуре, в строениях там, в людях, в конце концов. Стамбул – это вот отдельная планета, это изучать и ходить, и в первую очередь есть, потому что более вкусного города я не знаю. Да, поэтому, ну, то есть обязательно можно даже, отдыхая, в принципе, на любом побережье, если даже не выбирать неконкретно поездку в Стамбул, в принципе, там, двух дней посещения двухдневной экскурсии с любого побережья, с Игейского, с Анталийского, куда летают из Красноярска, посетить этот город обязательно нужно, потому что, ну, такие достопримечательности, как Голубая мечеть, да, там, дворец Тапкапы, ну, то есть многие там женщины наверняка смотрят, как это, «Золотой вектор». Ну да, что-то такое, да. Да, ну, то есть, как бы, а дворец Тапкапы, его прекрасно можно посетить на этой экскурсии, где, ну, большая часть этого фильма, где, вот, в принципе, практически все времена Османской империи, Гранд Базар знаменитый, который, вот, в частности, вот вы говорите, где можно и текстильные, да, какие-то вещи приобрести, и различные, там, сладости турецкие, чем славится, в принципе, Турция. Поэтому нужно побольше ходить, побольше двигаться и побольше открывать новые горизонты. Я уверен, что люди даже, которые там с десяток раз уже в Турции отдыхали, они не обращали просто на это внимание, и нужно, как бы, идти потихоньку в этом направлении. Вот эта история с Эгейским побережьем, не так хорошо изведанным россиянам, вот, это такая лакшери история, это будет существенная разница по деньгам между Анталией и вот там? Ну, просто есть мнение, что, ну, там вот, какая-то более дорогая линия, более дорогие отели. Или там тоже можно найти вполне себе доступные, ну, по ожиданиям от Турции варианты? Варианты в ценовом диапазоне, они примерно идентичны, да. Ну, то есть, если мы говорим об отельном отдыхе, то есть, каждый отель, мы все прекрасно знаем, что он старается сделать инфраструктуру так, чтобы люди не заботились, в принципе, о каких-то там покупках, там, как им пропитаться и так далее. Я думаю, ни для кого не секрет, что за территорию отеля кто выходил, ну, как бы, понимает, что недалекое расположение от еврозоны все-таки сказывается и на порядке цен. Как бы, многие знают, что в Турции недешевая еда, в принципе, в супермаркетах или в кафе, если где-то за территорией отелей. Недешевый бензин, как бы, очень недешевый, если там путешествовать на арендованном автомобиле. Но есть, ну, так скажем, места, которые, если касается ценообразования отелей, то они примерно идентичны. Только для Красноярского региона, это еще раз повторюсь, это придется выбирать стыковку, да, либо там из Новосибирска, самый удобный вариант, либо через Москву лететь. Это, как бы, единственное отличие. Ну, и там есть, например, такой регион, как Марморес, где знаменитая улица баров, куда приезжает очень много европейцев, ее еще называют там турецкой, да, турецкой Ибицей. Поэтому, так скажем, в каждом регионе можно найти... Ну, и это не значит, что там, ну, как бы, нельзя поехать отдохнуть с семьей, потому что концепция основная, каким образом устроена. Где-то в центре может быть и шумно, но по побережью есть протяженные, есть различные региончики, небольшие отели есть, и уединенные со своей инфраструктурой. И если однажды отдохнуть, и со своими ночными клубами. Поэтому сервис, что касается инфраструктуры, туризма в Турции на предельно высоком уровне. Как так исторически сложилось, что вот в основном, ну, по крайней мере, я не знаю, берем наш регион, чартерная программа нацелена вот именно на Анталийское побережье, в общем, Анталия, ну, а дальше все разъезжаются по Аты. Ну, это на самом деле связано с несколькими причинами. То есть, во-первых, нужно обеспечить спрос. Ну, то есть, как бы, вылеты туроператоры из любого региона страны, они формируют, и в том числе, и с учетом сформированного спроса. Потому что 2013 год, я помню, были тестовые пробные вылеты у нас и в Грецию, и в Испанию, и в Италию, наверняка многие помнят. И даже в Италию ставили, ну, но потом просто вносились свои коррективы, да, ну, то есть, полетные программы, они корректируются, в том числе и в зависимости от спроса. Поэтому у нас сформировались абсолютные лидеры, так скажем, да, для нашего региона, у которых есть определенное, там, ну, время перелета. Поэтому, как говорится, мы-то только за то, чтобы формировались новые полетные программы, но, к сожалению... Еще одна причина, по которой турецкое направление так популярно, ну, с учетом уровня сервиса, и вот этой схеме, которую россияне очень любят, это табачной отдых, море и все включено, это отсутствие альтернативы, которую раньше успехом заполнял Египет. После печальных событий это направление закрыто, но периодически возникают разговоры о том, что Россия может вернуться к полетам в Шар-Мальшех или в Хургаду, и насколько это близко истине, и что знаете вы об этом, что могло бы, в общем, несколько подвинуть Турцию на этом рынке? Ну, альтернатива... Я бы, на самом деле, как альтернативу Турции и Египет все-таки, ну, не ставил, да, потому что все-таки сервис, ну, существенно отличался, и принципиальное сходство, это было, конечно, система, все включено. В Египте я однозначно никому бы не порекомендовал, как в Турции, путешествовать за пределами отеля далеко. Это да. И вот то, что вы сказали относительно возможного возобновления направления, все-таки я бы это отнес к категории слухов и разговоров, которые не имеют какой-то четкой структуры и подоплеки, потому что эти разговоры, они в первую очередь, скорее всего, имеют почву желания людей, потому что, понятно, Красное море по своей красоте, ну, те, кто там были, те, кто видели его, скорее всего, ну, согласятся, что мало что сравнится. Ну, многие люди, понятно, хотят, ну, вот, и говорят, что вот есть же перелеты, да, но перелеты, к сожалению, какой-то регулярный перелет в Каир, оттуда, что до Шарм-эль-Шейха, что до Хургады. То есть поехать туда можно, но очень сложно и дорого на сегодняшний день. У меня не лучшее отношение там к египетскому сервису и вообще к устройству вот какой-то общей, да, но я немножко дайвер, и за это море можно простить многое. И, конечно, вот доступ к Красному морю в какой-то перспективе был бы очень хорошей новостью, но пока хороших новостей по этому поводу нет. А Турция, остается Турцией со всеми ее плюсами глобальными, которые мы обсудили, так что, я думаю, кстати, есть какие-то прогнозы на это лето? Или, может, какое-то количество предзаказов уже, в общем-то, говорит о какой-то динамике? Ну, ранее бронирование, оно уже давненько открыто, поэтому, ну, то есть, глубина продаж все-таки у нас, ну, последнее время это где-то 2-3 месяца, более активное бронирование, я думаю, начнется с турецкой стороны, где-то это март-апрель, ну, даже и сейчас уже есть предзаказы, понятно, есть определенная категория людей, которые заблаговременно хотят, тем более, что вот это как бы обязательно нужно напомнить, что Турция это та страна, у которой такое понятие, как раннее бронирование, оно и наиболее ярко выражено в цене, то есть, когда заблаговременно, то есть, для того, чтобы определенные блоки мест забронировать, турецкие отели, они очень часто делают скидки именно на проживание, там, до 50%, и поэтому, когда люди заблаговременно приобретают, ну, то есть, это получается как минимум дешевле. Логика простая. Бронируйте раньше, платите меньше и открывайте для себя Турцию заново, с учетом уже озвученных только что рекомендаций. Василий Федюнин. Огромное спасибо за этот крайне содержательный и приятный разговор. Приятно, потому что хочется уже думать о лете, об отпуске и вообще о чем-то теплом и солнечном. Сейчас немного рекламы, мы обязательно вернемся.